Приветствую вас, Ольга. Вы знаете, мне кажется, что вы говорите о страхах всего и вся в контексте с пригодностью. Вот. То есть, оторванности от своих чувств, оторванности от своих эмоций, оторванности от своих переживаний. И, соответственно, в контексте стремления, желания такого, если угодно, всё контролировать. То есть, это, вот, как мне кажется, это то, в контексте чего вы говорите. То есть, вот, за вашими страхами скрывается такая вот тревожность, а за тревожностью скрываются подавленные чувства. Ваши, опять же, чувства. Соответственно, вы, как и ваша бабочка, как и ваша мама, не доверяйтесь своим чувствам, не доверяйтесь своим эмоциям. Предпочитаю контролировать, предпочитаю прогнозировать, нежели чем попустим пловется на свои чувства и реагировать в большей степени импульсивно. Импульсивно. В большей степени, в большей степени. Спонтанно. Вот, поработав со спонтанностью и доверяясь своим чувствам, вы могли бы достаточно легко, я полагаю, избавиться от... Страхов. Потому что они, это, понятно, все ваши чувства, да, только наоборот, наоборот, по сути. То есть это ваши страхи, это то, что вы чувствуете, то, что вы хотите, вот, только наоборот. То есть это такое, вот, такая своего рода инверсия, получается. Инверсия. Инверсия эмоций. Инверсия. Ощущение, инверсия. Чувств, ну и так далее. Вот. По большому счету. И начинать нужно с этого. Начинать. А дальше уже смотреть более детально на то, что конкретно вы хотели, да. чтобы, допустим, поменять. А дальше смотреть уже более детально на то, что вы хотите изменить. Что вам нужно. Вот. Я думаю, что вот, примерно в таком ключе. Вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Ну, примерно в таком ключе. Потому что. Дальше. Каждый страх уже он. Как вы, наверное, понимаете. Разбирается на отдельную. Составляющую. На отдельную. Момент. И уже. Разбирается отдельно. Страх. Полета. Это. Страх высоты. Страх высоты. Это. Свобода. Желание. Эээ. Страх заболеть. Это. Это. Потребность. Его внимание. Это. Как бы. Страх потерять близких. Это. Эээ. Нежелание остаться. Остаться. Одной. Нежелание остаться одной. Оно, опять же. Статься над тем, что. Человек зависит. В той или иной. В той или иной. Степи. Степени. От. Близких. Людей. И. Не может. Без них. Без. Близких. То есть. Близкие. Очень. Для. Такого человека. Важны. Спаситель. Любой страх. Отвечает. Два. Эмоции. Вот. Те или иные. Желания. Которые. Все. Ваши стройки. Да. Это. По сути. Ваши желания. Например. Страх теракта. Это. Как не парадоксальное. Желание. Чтобы что-то произошло. То есть. Это. В буквальном смысле. Потребность. В том. Чтобы что-то случилось. Чтобы что-то произошло. Чтобы что-то интересное. Было. Ваша жизнь. А мы с вами. Ну. Скучно. Вы себя. Как. 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 Клетки. Чувствует. Вот. Страх экзамен. Страх экзамену. Представляет из себя. Такую достаточно комплексную историю, потому что здесь речь идёт во многом о самооценке. Здесь речь идёт о том, насколько человек, например, полагается на себя. Насколько человек доверяет себе, насколько человеку нравится делать, к примеру, то, что он делает. То есть я имею ввиду, насколько человеку нравится, например, заниматься тем, чем он занимается. Насколько человек привлекает его, например, его работа, то, что ему, в принципе, интересно и прочее. Вот это всё про то, на что вы ориентированы. Ну и, конечно, совершенно очевидно, что если человек ориентирован на внешние факторы. Да? А вы ориентированы на внешние факторы, ну, хотя бы потому, что боитесь потерять близких и боитесь экзаменов. Вот, если человек ориентирован на внешние факторы, а не на себя самого, то всё, что происходит в окружающей среде, его нервирует, его беспокоит. Это, в принципе, вполне нормальная история. То есть вот, когда такой человек, ну, когда такой человек, да, он попадает в среду, он откровенно не знает, не знает, что ему делать, ну, например, абсолютно. Как себя вести тоже человек, не знает, потому что других мнений, других, ну, других мнений, других позиций очень много. А на себя человек полагаться не привык. Вот. Поэтому, тут такой вот момент, я надеюсь, что мой ответ вам помог. Я надеюсь, что вы, ну, что вы для себя выводы какие-нибудь сделаете. Вот. Опять же, очень многое зависит от того, ещё. Насколько вам интересно, вот именно интересно, то, что вы делаете. Потому что, если вам не интересно, то, что вы делаете. То, чем, например, вы интересуетесь там и прочее, то всегда, всегда вас будет нервировать, ну, вот, собственно, то, как другие люди. Отреагируют на, ну, на вас. Понимаете? Вот. Всегда. Так, так, так будет. Поэтому, идеальным решением для вас было бы ориентир на себя в большей степени. И, в меньшей степени, ее ориентир на других людей, от внешней степени. И более, такое вот, я бы сказал, полное взаимодействие с, ну, с вашими, эм... эмоциями, с вашими, вот, с чувствами, с вашими, с переживаниями. Вот. Вы можете изучить треугольник Карпмана, увидеть, что вы находитесь в... в позиции жесткой, что вы абсолютно не несете личной ответственности, все за себя, да. Вот вы говорите, что, например, страшно выступать на сцене, допустим. Вот почему страшно выступать? Страх оценки. Да, боитесь, как вас ответят, как вас ответят. Ну, страшно. Действительно страшно. Много людей у всех, у всех, ну, свои какие-то отчиночные критерии. Вот. Но это страшно, да. Действительно так. Действительно очень страшно. Ну, так, вопрос заключается в том, точнее, вопрос заключается даже не в том, эм... что вас могут оценить. Да, вопрос сейчас немножко в другом. Это вопрос заключается в том, эм... конкретно. Ради чего выступаете вы? Да, вот. Зачем вы выступаете? Конкретно. Потому что, эм... если вы выступаете для... себя? Если вы выступаете для... своих целей, например. то, в таком случае, если вы выступаете для себя, вам, ну, будет, в общем, в целом, плевать на то, как оценивают вас другие люди. А будет все равно на это. А если же нет, то вы занимаетесь не своим делом. Не своим делом, где важна внешняя оценка, где важны внешние переживания. И страх, вот сказать, из-за того, что на переднем плане у вас находится именно то, как оценят другие то, что вы делаете, но не интерес того, что вы делаете. Понимаете? То есть, если вы будете заниматься тем, что интересно, тем, что интересно, что нравится, лично вам, то страха не будет. Ему просто... Ему просто... Ему просто... Ему просто... Ниоткуда будет взяться. Понимаете? А так, пограем, да, он есть там... Свято, свято нечто... Пу... 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 Не бывает. И... Если нет... Интереса... К тому, что человек делает. То... Он будет... Такой человек... Боятся... Всего будет бояться... Такой человек? Но это нормально, это рецепт, потому что не получение одних эмоций, называют эмоции другие, мы не получаем позитивные эмоции, мы получаем негативные эмоции и наоборот. Вот, так что здесь, здесь всё, в общем-то, в норме. Вам нужно просто этот порочный круг порвать, и основной драйвер, который у вас есть, это драйвер ничего не чувствует, без чувств. Вот, человек всё без чувств, вы живёте без чувств, но пытаетесь, пытаетесь жить без чувств, вас не очень хорошо получается, но и вы пытаетесь, вы пытаетесь жить без чувств. И вот, пока вы будете бояться твоих чувств, а вот, она не будет. Поэтому, я вам предлагаю, чтобы в этом, в этом моменте двигаться. двигаться. Вот вы говорите, что у меня много свободного времени. Вы говорите, за много свободного времени. Ну, казалось бы, абсолютно такая, ну, бытовая история, когда у человека действительно вот не ловало много свободного времени. То есть, у кого из нас такого не бывало, да? Казалось бы, но что означает? Наличие свободного времени. Человеку нечем себя занять. Если человеку нечем себя занять, значит он что? не выдастся своими чувствами. Наш сын боится свои чувства проявлять в ту или иную степень. Чтобы сделать это. Поэтому вам, Ольга, нужно над этим этим работать. Сперва строительский сценарий, потом строить свои эмоции, и дальше уже потихонечку, потихонечку устраивать свою жизнь в соответствии с тем, чего хотите вы, а не другие люди. В соответствии с тем, что думаете вы, а не другие люди. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго.